Так, дорогие друзья, всем доброе утро! Ботерто! Всем доброе утро! Шалом! Хелло! Бонжур! Привет! Так, кто у нас в эфире? Кто в эфире? Так, все, пошли участники! Итак, мы продолжаем изучать Пертье Вот, часть Устной Торы Анна Ренгус, шалом! Всем шалом! Марина Ле Так, Яков Шатадин смотрит нас Хеллоу! Шалом! Вова Симоненко, Саша Шмалун Дердин Юня Все! Значит, Ева Исмаилова Шалом из Абхазии Да Хорошо Значит, сейчас мы продолжаем изучать Третью главу В которой полностью говорится О том, как избежать греха Еще раз напомню, что такое грех Грех – это запрещенные Богом действия Которые, которые Если человек их делает, то он входит в опасную зону То есть грех – это очень опасная зона Для самого же человека Не то, что Бог наказывает за грех Он никого не наказывает То есть когда говорят, как это так Бог, он будет еще наказывать Да, он же такой добрый Бог, любовь Там все такое Да, Бог, любовь, и он никого не наказывает Просто Как бы так он сделал мир Так устроен он Он мир этот устроил Что для того, чтобы была награда Должно было быть и равновесие, наказание И грех – это опасное Такое темное пространство В котором нет света Если человек туда заходит, то он должен знать Что он ставит себя сам под удар Не то, чтобы Бог его наказывает Он просто так сделал Сюда ходи, сюда не ходи Значит, вся третья глава как раз она об этом И вот сейчас В третьей главе Продолжает Раби Ханина Бендоса Раби Ханина Бендоса Он продолжает нас обучать До этого он нам говорил Что главное, чтобы был страх перед грехом И тогда, если страх перед грехом Он в начале А потом идет хохма Знание, что такое грех, что такое не грех Тогда это знание, оно установится Потому что, смотрите, все же идет за намерением Вот если человек, например, он что-то хочет То, знаете, есть такая народная мудрость Если нельзя, но хочется Значит, можно То он будет искать, как себе разрешить И вот здесь очень важно Намерение человека То есть, если человек входит в, например У него есть намерение приблизиться к Богу Исправить свою жизнь, исправить свои пути Если у него есть это намерение И то у него, естественно, на это намерение Будет накручиваться знание Если его намерение жить так, как он жил То тогда знание, конечно, оно ему бесполезно будет Понятная идея И вот, значит, объяснил нам Раби Ханина Бендоса Что главное это страх перед грехом И тогда ты узнаешь, что такое грех Что такое не грех И твое знание тебе поможет Второе, он сказал, что действия Главное, чтобы были действия То есть, когда ты что-то узнаешь Нужно сразу начать действовать Применяя это знание А сейчас он нам сказал интересную вещь Коль шеруах обреет ноха и мена Руах амаком ноха и мена Каждый, что дух созданий Доволен им, да, дословно если перевести То есть люди Создание это люди, просто люди Есть разные названия, есть человек, а есть создание Божественное создание Все божественные создания То есть, независимо Здесь как бы не разделяется Бреет это Это Вот когда мы говорим на человека, да Это человек Потом можно сказать Это личность Можно сказать Это душа Человек Вот это вот вообще Можно сказать Это прям Человечище, да А бриот, это самое, бриот, это создание. То есть, когда ты говоришь бриот, это как бы ты охватываешь все создания. Вот. И он, значит, говорит, каждый, что дух созданий доволен этим человеком, это значит, что дух Всевышнего, Всесильного, Создателя мира, тоже доволен вот этого человека. Вы кольше эн руаха бриот ноха имена. И каждый, что нет, что как бы дух созданий дословно. Сейчас мы разберемся. Недоволен им. Эн руаха маком ноха имена. Руах, дух Бога, тоже им недоволен. Что за дух вообще, да? Тут интересно, что есть же у человека, есть животная душа. Это называется нефеш. Это как бы тело, инстинктивное тело, которое живет. Ну, как обезьяна такая, да, биоскафандр. Есть у человека душа. Душа это божественный луч. Есть интеллект. Сехель. Интеллект это компьютер, который запрограммирован опытом и разными правилами от других людей. Как в этом мире действовать? Что надо делать, что не надо делать? Это все в интеллекте. Есть дух. Дух это намерение. То есть, дух это движущая сила. Дух это фокус внимания. То есть, это как бы стержень человека, который всю систему объединяет и включает. Теперь, значит, вот этот вот дух, он или он доволен, может быть, или недоволен, мы видим, из этой мешны. Теперь, как объясняют по-простому комментаторы. Вот есть какой-то человек, он учит Тору. То есть, это же здесь нам, как спастись от греха. Он учит Тору. Он в типе ходит. Да, вот в типе он ходит. Видите, типа это. Типа это переводится, кстати, интересно. Ее называют на идыше Ермолка. Ират Молка. Это страх перед царем. То есть, когда ты такую шапочку на голову одел, это ты как бы себе и всем остальным сказал, я Бога боюсь. Я как бы, вот видите, я в этой шапочке, я с Богом в отношениях. То есть, я не просто человек без шапки, типа я сам по себе. Нет. Я человек с шапочкой. То есть, я боюсь Бога. Это знак. И вот, значит, если такой человек, который одел на себя эту шапочку, и он как бы всем показал, что надел форму, и после этого создание вокруг, говорят, секундочку, он же обманывает, он в бизнесе обманывает, он там деньги не отдает, он оскорбляет, он тому не доплатил, тому и так далее. Что они скажут? Они скажут, а, вот это вот он еще и религиозный, как же он с Богом-то будет общаться после этого? Понятно, да. То есть, если не религиозный все это сделает, то что скажет? Ну, а что ему? Сволочь просто. А если религиозный это сделает, скажет, а, еще и религиозный, вот Бог пусть с ним разберется, да? Что ж ты шапку на себя надел? И это то, что нам сказал Раби Ханина Бендоса, что в случае, когда создание люди, а люди, каждый человек связан с Богом, Тора нам говорит, есть в Талмуде несколько историй, что пусть не будет благословения любого человека легким в твоих глазах. То есть, если любой человек, даже самый простой, тебя благословляет, говорит, чтобы ты долго жил, чтобы у тебя было там все хорошо, здоровье и так далее, это прямо сила есть в его словах. И пусть не будет проклятия любого человека легким в твоих глазах, в Талмуде написано, что даже простой человек, говорящий кому-то проклятие, в нем есть сила. Вот этот злой глаз, там, айнарас, сглазили, не сглазили, есть в этом сила, потому что каждый связан с Богом. И вот мы из этой мишны видим, откуда эта сила. То есть, каждый, что дух созданий доволен им, Бог им доволен. Каждый, что люди им недовольны, Бог им недоволен. И особенно это проявляется, то есть, когда спрашивают в Талмуде тоже одного из мудрецов Талмуда, что такое хилу-ля-шем, оскорбление имени Всевышнего, то есть, осквернение имени Всевышнего. Он говорит, на моем уровне, ну, его все знали, что он велитий мудрец. Если я даже маленькую какую-то делаю нарушение, это уже осквернение имени Всевышнего, потому что люди знают, что я, как, ну, я связан со Всевышним. Понятно, да, идея? Вот, поэтому надо нам каждому задуматься, да, что особенно, если человек одет как религиозный. Я помню, когда я приехал в Израиль, я учился в Ешиве, и, ну, там, в Ешивах все ходят в шляпах, с бородой, в белых рубашках, в костюмах. Я приехал к одному своему знакомому, который был, соблюдал шаббат, но у него была такая маленькая-маленькая кипа, такая, как арбузик, такая, ну, там, такая маленькая кипа в виде арбузика. И, значит, он был такой вроде религиозный, но ему вот обычно вот эта вот религия такая, ну, классическая, ортодоксальная, да, ему она не нравилась. Почему она ему не нравилась? Он говорил, вот, посмотри на этих религиозных, они там такие, там, ну, и рассказывал всякие гадости про людей, которые были одеты как религиозные, и они делали какие-то неправильные вещи с его точки зрения. Он говорит, и что, вот эта вот твоя религия, я ему говорю, смотри, вот эти вот люди, которых ты описываешь, во-первых, ты их не видел лично сам. Вот ты лично сам видел, но оказалось не видел, это он и в газетах читал. То есть он лично не видел ни одного религиозного, который бы что-то плохое сделал. Это как, знаете, как евреи вот многие не любят, и когда ты спрашиваешь, а что ты евреев не любишь? Он говорит, нет, всех евреев, которых я знаю, они хорошие. То есть я вот лично там знаком, все мои знакомые евреи, там, все или несколько хорошие. Но как бы люди говорят, просто так говорить не буду, да. То есть есть как бы общее мнение. И также он среди евреев, проортодоксов, про религиозных, есть тоже какое-то некое общее мнение, которое транслируют газеты, там, прессы, ну и так далее, нерелигиозное. И вот, значит, он мне говорит, вот эти религиозные писаты, они там в публичных домах. Я говорю, слушай, а ты был сам в публичном доме, ты там с ними встречался хоть раз лично? А он говорит, нет, ты что, я не был, как бы, так пишут. Я говорю, хорошо. То есть два варианта, или обманывают, могут обманывать. То есть ты же сам не встречался, не встречался. Или второе, говорю, это переодетые. Это переодетые. То есть человек, любой человек может одеть любую одежду. И от того, что я одену сейчас одежду генерала советской армии, там, или украинской армии, или российской армии, я же генералом не стану. То есть я одену одежду генерала, или там милиционера. Я же не милиционер. То есть по внешнему виду, если человек действиями своими доказывает, он делает нерелигиозные вещи, то он переодетый в религиозного. То есть он выглядит как религиозный, а действует как нерелигиозный. Поэтому сказать, что из-за того, что один какой-то человек в религиозной одежде совершает нерелигиозный поступок, ну, сложно. Но, но, сказал нам Раби Ханина Бендоса, который был чудотворец, который знал, как все работает. Он говорит, смотрите, но так как Бог в этом мире, он проявляется в людях, если люди им недовольны, Бог им недоволен. Все. То есть здесь как бы мнение людей устанавливает реальность. Если люди, бывает же наоборот, человек ничего плохого не делает, но люди думают, что он плохое делает. В Торе этот запрет называется не делать, мишум мариат айн. То есть ты должен задуматься, как люди на это посмотрят. Например, если человек в Израиле празднует праздники истории один день, ну, там Суккод, например, или Песах, один день. А в диаспоре за границей празднуют два дня. Теперь израильтянин, то есть если я в Израиле нахожусь, один день. А если в Киеве два дня. Теперь по закону там есть разные нюансы, но если израильтянин находится в Киеве, он тоже может праздновать один день, потому что он израильтянин, он выехал на несколько дней или, ну, его главное намерение вернуться. Он израильтянин, он как бы на работу выехал или еще куда-то. Но, но, если он находится в Киеве и он даже празднует один день, второй день, он тоже должен на виду, он вообще не имеет права ничего нарушать. Почему? Чтобы люди не подумали, откуда люди знают, он киевский или он израильтянин. На нем же не написано, правильно? Есть много израильтян, которые живут в Киеве. И если, представьте, кто-то увидит во второй день, что он нарушает, он не подумает же, что он израильтянин, он подумает, что он просто нарушает. И поэтому запрещено, даже если ты по закону должен праздновать один день, то ты за границей ведешь себя, как будто бы ты празднуешь два дня. Понятно, да, идея? Теперь в этой мишне есть продолжение. Есть продолжение, дальше идет Раби Доса бен Артинес. Значит, Раби Доса бен Артинес, он добавляет, он к этому добавляет. Он говорит, значит, после этого, Шинашель Шахарид, значит, сон утром, из-за которого ты пропускаешь утреннюю молитву и время чтения Шма. То есть, время чтения Шма заканчивается утреннего, через три часа после восхода солнца. То есть, максимум, человек должен вставать, человек для труда рожден, мужчина должен с утра вставать, идти на работу, обязан. А до работы он должен идти на свою главную работу, помолиться Богу, сказать, Шма и Сраэль. И говорит нам Раби Доса бен Артинес, Шинашель Шахарид, то есть, утренний сон, который пропускает Шахарид. Вияян Шель Цаараем, вино днем, то есть, тот, кто днем бухает. Весихата Элладим. И разговор Элладим, это пустой разговор, который болтают между собой дети, ни о чем. Ваишеват Батек Несеочель Аме Арыц. И сидение в местах собрания Аме Арыц, это люди необразованные, некультурные, которые, люди земли такие, земледельцы. Значит, Матим это Адам и Наолам. Вытаскивает человека из этого мира. То есть, это как бы само по себе, это не грех. То есть, человек проспал Шахарид, да, утреннюю молитву. Но он же в конце концов спал, когда он спит, это как, ну, он вынужден, он же не может во сне встать. То есть, он спит, значит, как бы по закону, если он не помолился Шма утренняя, да, и пропустил Шахарид, потому что он спал, то он был, это называется, вынужден пропустить. То есть, он же не специально пропустил, он спал, он себя не контролировал. То есть, как бы по закону, в этом нету большого преступления, если он реально спал. Если он проснулся и решил, пропущу Шахарид, буду спать дальше, это проблема. То есть, это он осознанно сделал. Если он проспал, то это как бы неосознанно, да. Он говорит, давайте посмотрим, утренний сон, неосознанно, вино днем, тоже вроде ничего страшного, нет запрета. Вино кошерное, сказал благословение, стакан выпил, третий стакан выпил, пятый стакан выпил. Вроде, ну, нет в этом греха, не запрещено. Нельзя ему ничего предъявить. Но, он в себя этим выводит из состояния нормального, вводит состояние уже, ну, после вина, каждый знает, какие мысли. Дальше. Сихашель Еладим. Дальше идет детский разговор. Значит, детский разговор тут объясняют, или это разговор с детьми, даже со своими, или, ну, болтовня, как подростки болтают. Тоже вроде не запрещено. Со своими детьми поболтать не запрещено. Просто с тем-то поболтать не запрещено. Но, это опасно, ты входишь, как бы, это не грех еще. То есть, все, что перечислено, это не грех. Но, это уже опасная зона. Дальше опасная зона, когда ты идешь, сидишь в дома собрания людей необразованных. Все это выводит человека из мира. То есть, то, что ты сел где-то, сидишь в кафе, ресторан, даже там, ночной клуб, может быть, и так далее. Ну, зашел, ну, посидел, ну, как бы, ничего страшного. Я вам расскажу, один у меня дальний родственник, пошел с друзьями на выпускной, выпускной вечер, выпускной, значит, института. Ну, выпускной института, посидите в институте и в 9 спать, завтра на работу. Все, закончили институт, надо работать уже, в жизнь втягиваться. Что? Они пошли, значит, в выпускной, надо праздновать. Вот они пошли в какой-то ночной клуб праздновать. Пошли они в ночной клуб праздновать, молодежь празднуют, набухались. Давай же праздновать, это же надо набухаться, чтобы в усмерть, да? Это будущие, это специалисты вышли из института, и они теперь готовятся во взрослую жизнь. И, значит, тут одна специалистка, это пришла со своим молодым человеком новым. А молодой человек уже такой немолодой, там, в общем, такой немолодой, пьяный и наглый. И он смотрит, тут молодые специалисты, а мужа там, он немолодой и не специалист. И он начал с этой девушкой и с ее там однокурсниками. Она до этого встречалась с каким-то там парнем другим. Он начал с ними слово за слово наезжать на них, там, оскорблять их и все такое. И завязалась драка. А вот этот мой родственник дальний, молодой здоровый парень, который, ну, хороший парень, все, за друзей заступился. Он дал ему раз по роже, тому, который, ну, скандалист этот пьяный. Он упал. Значит, он упал, головой ударился, его в больницу. Им всем светит там принесение тяжкого вреда здоровью. И такое, значит, ну, то есть, ну, еле-еле отмазали. Еле отмазали. Адвокаты приехали там. Тот сам начинал. Но это же есть, все-таки, как сказать, он начинал. А потом он упал. И в больницу-то он попал. И хотя они вроде как защищались, но, как несороизмеримо защитились. И вот, значит, чему приводит сидение в домах собрания вот этих вот людей невежественных. А мы арец, это люди, которые не интересуются духовным ростом, не интересуются духовной работой. Это называется люди земли. Такие, которые материалисты, которых интересуют только деньги. И пробухивать эти деньги потом в местах собрания вот этих вот людей земли, ну, простонарода, да, такого, которых духовное развитие не интересует. И нас предупредил Раби Доса Бен Аркинас. Он нам говорит, парни, смотрите, утренний сон не преступление, но знай, это ведет к преступлению. Вино не преступление, но это ведет к преступлению. Болтовня пустая ведет к преступлению. Сидение в местах, где собираются вот такие люди, ведет к преступлению. То есть это вытаскивает человека из его мира. Какого мира? Внутреннего мира. Этот улама пневи есть внутренний мир у человека. Если ты свой внутренний мир заполняешь шторой, заповедями, медитация, учеба, работа, развитие и так далее, у тебя твой внутренний мир, он растет, ты прям сияешь, все отлично. Если ты выходишь в опасное место, это опасно. Теперь давайте подведем итог. Значит, первое, что мы узнали, что нужно очень остерегаться того, что о тебе скажут люди. Если люди скажут о тебе, что ты ведешь себя неправильно, даже на тебе будет вот такого размера типа и сверху штрампл. Бог будет тобой недоволен. И тем более, если вот такого размера типа и вот такой штрампл, то есть чем больше размер твоих религиозных внешних атрибутов, тем более строго на тебя Бог смотрит, потому что ты как бы говоришь людям своим внешним видом, смотрите, я все соблюдаю. Я с Богом, мы с ним, я играю в команде Бога. Все. Чем больше ты выглядишь как религиозный, тем строже с тебя спросят за отношения к тебе людей. Поэтому очень важно, Рабан Йоханан бен Закай, который был учителем Раби Ханина бен Досе, написано про него в Талмуде, не было простого человека на рынке, который бы успел ему сказать здрасте первым. То есть он, будучи царем Израиля, великим раввином, который был Рабан, это самый великий раввин, он успевал каждому простому человеку первый сказал здрасте, никто не успевал ему сказать здрасте первым. То есть он был настолько приятный, настолько вежливый, настолько культурный, что мы все должны у него поучиться. И очень надо быть осторожным в выполнении своих обязательств, потому что если люди знают, что ты религиозный, скажут, вот он религиозный, он обманывает, я из-за него не буду религиозным, и Бог будет недоволен. Все, давайте сделаем так, чтобы Бог был нами доволен. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня. И остерегайтесь сидеть в местах собрания пустых людей. Все, все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь, поделитесь, пожалуйста, своими выводами. Кому, да, кто, какие для себя сделал инсайты, выводы очень интересны. Потому что, ну, как бы, главное не то, что вы услышали, главное, что у вас после этого осталось. Какие вы для себя вытащите семена, и какие эти семена дадут потом плоды. Чтобы вам вот эти вот семена, которые в нас посеял Раби Ханина Бендоса и Раби Доса Бен Аркинас, чтобы эти семена дали плоды, вечная жизнь, благословение, любовь Бога, здоровье и всего хорошего. Все, всем пока. Раби Ханинас Корректор А.Кулакова Кулакова Продолжение следует...